МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сторону ЕС. Сколько приходится ждать украинским туристам на польской границе? И как справляются пограничники с массовым наплывом людей? У кого вкуснее? Как украинцы и венгры бограч варили? И кто стал победителем? Джавелины в Украине. Госдеп США официально подтвердил информацию. Знаменитые противотанковые комплексы получены украинскими военными. Дмитрий Анопченко сейчас находится в Пентагоне, где выяснил все подробности. Дима, здравствуй, расскажи, что тебе известно об этом громком событии? Катя, ну действительно, событие громкое, ты права, хотя бы потому, что о нем столько говорили, хотя бы потому, что столько было скептиков, которые считали, что это никогда не произойдет. И вот теперь это случилось, это уже официально. Я не ориентируюсь на информацию прессы. Мне лично представитель Госдепартамента несколько часов назад подтвердил, что Джавелины уже на территории Украины. Так что все случилось. По неофициальной информации, которая у меня есть, якобы Джавелины доставили еще в пятницу. Однако и американские, и украинские военные приняли решение держать все это в строжайшем секрете, хотя бы до того момента, пока не просто в Украине ракетные комплексы окажутся, а пока их доставят до мест дислокации. Ну вот так уже все сейчас случилось, об этом сейчас официально говорят. Есть три вопроса, которые наверняка, Катя, возникают и у тебя, и у наших зрителей. На эти три вопроса я отвечу. Информация неофициальная, но получил я ее сегодня здесь, в Пентагоне, из разговоров с людьми, которые отвечают за Украину. Первый вопрос, почему так долго? Отвечаю. Дело в том, что Соединенные Штаты были обеспокоены условиями хранения джавелинов на украинской территории и сказали, что эти условия должны соответствовать тем, которые есть в самих Соединенных Штатах, потому что здешние военные наслышаны о пожарах, о других проблемах на наших военных складах. Так что Украине пришлось выполнить домашние задания. И вот сейчас, когда точки хранения уже подготовлены, тогда первые ракетные комплексы и пришли. Есть второй вопрос. Будут ли джавелины размещены в зоне АТО? Официальной информации нет, ответ держится в секрете. Однако сегодня утром я разговаривал с человеком, который при Обаме был одним из руководителей Американского Министерства Обороны. Он мне сказал, что по его информации было принято решение, целый план был разработан в зоне АТО джавелины не размещать, потому что есть опасность того, что они могут быть захвачены либо пророссийскими боевиками, либо российскими военными, могут быть провокации. Поэтому якобы, говорю здесь, это все-таки якобы, есть план создать вот такое вот ракетное кольцо вокруг зоны АТО и разместить джавелины в украинском тылу. Ну и есть третий очень важный вопрос, наверняка тоже наши зрители сейчас им задаются. Ну а вот сможет ли Украина эти ракетные комплексы использовать самостоятельно? Если будет агрессия, если возникнет угроза, или придется звонить в Вашингтон и спрашивать разрешение. Мне неофициально сказали, что коммерческий контракт на поставку ракетных комплексов предполагает ограничения, в том числе Украина не сможет их перепродавать, однако использовать самостоятельно Украина в случае агрессии их сможет. Просто главнокомандующий президент примет решение, и тогда джавелины будут задействованы. И здесь считают, что это очень серьезный сдерживающий фактор. Он повышает цену возможной агрессии. Вот такие новости к этой минуте. Дима, спасибо тебе за детали. Дмитрий Анопченко был на связи со студией из Пентагона. Петр Порошенко подписал указ о начале операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. И таким образом изменил формат антитеррористической операции на Донбассе. По его словам, АТО выполнило поставленные задачи, но пришло время более действенных мер против российской агрессии. С сегодняшнего дня, 30 квадрата 2018 года, антитерористическая операция широкомасштабная на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем воинскую операцию под руководством военных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны. А в зоне конфликта на Донбассе до тишины пока далеко. По последним данным, к полудню зафиксировали 9 обстрелов, в том числе из минометов запрещенного калибра. О том, как прошел день на передовой, знает наш военкор Игорь Левенок. 6 утра, точнее уже 7. Лупят 120-ки, 152-е, работает артиллерия. Вот такое шумное выдалось утро. Это украинские позиции в районе поселка Новотошковское. Бойцы на телефон сняли, как наемники из орудий запрещенных калибров накрывают наши укрепления. Болорадские жуки повылазь, начинают уже войну. Все бойцы в укрытиях, а вот Роман, автор этих кадров, бросился спасать свою собаку. Хаски по кличке Блана парень привез на позицию еще щенком. Во время вражеского обстрела Роман накрыл ее в окопе своим телом. Будем тут прятаться с тобой. Будем прятаться с тобой. Я с тобой, моя девочка. Мой, Лесенька. Девочка моя, моя ласточка. Был бы собака, женился бы на своей собаке. Потому что она верная, как, ну не знаю, как жена. Не то, что как жена, а даже лучше, как жена. Военные говорят, на этом участке было относительное затишье. Большие калибры здесь молчали около года. Но последние двое суток боевики как с цепи сорвались. Я считал, как бы до 25 я насчитал, дальше просто перестав считать. Потому что летело, летело. Противник открывает огонь из минометов и артиллерии. Боевые действия продолжаются и днем. Взрывы раздаются на соседней позиции. Уже есть и минометные обстрелы. Это 82-й, 120-й, 122-й калибр. Сейчас стреляют по соседям. АГС, стрелковое оружие. Бойцы говорят, на той стороне на днях произошла ротация. Очевидно, оккупантам подвезли и боеприпасы. Но пострелять как в тире в них не получится. Наши солдаты отвечают на вражеский огонь. Соседи наши тоже нам помогли. Так нормально насыпали им. Среди наших потерь нет. Осколками посекло лишь амуницию и форму, которая сохла после стирки. Штанишки висели, сушились. Прилетела вторая чуть-чуть. А у Виктора накануне был первый день на передовой и первый обстрел. Страшно, конечно, но в меру. Желание не отпало? Нет. Войс только появляется. Из Луганской области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Двойной теракт в столице Афганистана Кабуле. Не менее 20 человек погибли. Среди них 8 представителей СМИ. В частности, трое журналистов Радио Свобода и фотограф информагентства Франц Пресс. 45 человек госпитализированы с тяжелыми ранениями. Первый взрыв произошел около 8 утра. Террорист на мотоцикле подорвал себя недалеко от посольства США и ряда правительственных зданий. На место происшествия прибыли журналисты. И спустя 15 минут в толпе корреспондентов прогремел второй взрыв. Смертник, замаскированный под телеоператора, привел в действие еще одну бомбу. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В Ревненской области пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение из автомата Калашникова, играя у собственного дома. Как такое могло произойти и кто стрелял? Все обстоятельства выясняли наши корреспонденты. На данной рентгенограмме вы можете увидеть наявность кули в мягких тканинах грудной клетки. Это пуля, которую извлекли из тела пятилетнего мальчика. Ее демонстрирует врач Ревненской областной детской больницы. Именно сюда, в травматологическое отделение, на выходных привезли ребенка с ранением, как оказалось с огнестрельным. При обслежении на рентгенограмме было выявлено металевую кулю, которая находилась в мягких тканинах. На счастье для детей, она не была проникающим поранением. В урагентном порядке, под загальной анестезией, эта куля достала. Врачи говорят, мальчику повезло, ведь пуля была на излете, когда ее движение и сила уже минимальны. Поэтому вошла неглубоко и серьезно не травмировала. Ребенка после операции отпустили. Сейчас Рома дома, в селе Шпанов. Вот там, трався и тут. И что пометаешь, Ром? Бомба тренера. Мальчик показывает, где все произошло. Он играл с друзьями возле собственного дома, когда почувствовал боль в спине. Мама говорит, до сих пор в шоке. Не сразу поняла, что случилось с сыном. Вот тут на батуте он гулял. С подружками сидит, с друзьями своими. Пробегает и говорит, меня тогда распинуло, но нет никого. Мы вышли и попросили его друзей. И все. Никто не заходил, никто не выходил. Полиция уже ищет стрелка. Выстрел, вероятнее всего, не был прицельным и сделан с большого расстояния. За попередним оглядом кули полицейские заявили, что ее калибр становит 7,62 мм. А пострел, вероятно, был сделан из автомата Калашникова. Следующую кулю вылучили и направили на экспертизу. Версии правоохранители пока не озвучивают. Мол, тайна следствия. Впрочем, в Шпанове убеждены, стреляли с территории заброшенного полигона. До него около двух километров. Оттуда время от времени доносятся звуки выстрелов. Там форт из земли, и там сейчас стреляют охотники. Место, на которое указали жители села, уже проверяют полицейские. В урочище запретили стрелять еще в 2007 году, когда от пули, выпущенной на полигоне из форта, в Шпанове погиб мужчина. Кто нарушил запрет, устанавливает следствие. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер, Ремнинская область. И как только что стало известно, в полицию с повинной явился мужчина, житель Шпанова, который сообщил, что может быть причастен к ранению Ромы. Он дал правоохранителям автомат Калашникова. Рассказал, что в то время, когда был ранен мальчик, находился на заброшенном полигоне и стрелял из своего автомата. Другие подробности пока неизвестны. Нападение в центре Киева. Около 7 часов вечера группа из пяти мужчин напала на нардепа от БПП Мустафу Наема. Об этом заявил сам парламентарий на своей странице в Фейсбуке. Потасовка началась из-за конфликта на дороге. По словам народного избранника, его автомобиль подрезала иномарка, и после небольшой словесной перепалки, группа молодых людей набросилась на него с кулаками, а после скрылась. Во время конфликта депутату сломали челюсть, прибывшие на место происшествия медики оказали Наему первую помощь. Две полицилы заявили о своей победе на выборах в объединенных громадах. Блок Петра Порошенко «Солидарность» и «Батькивщина» обнародовали результаты параллельного подсчета голосов. Напомню, это уже шестые выборы в рамках децентрализации. Они прошли вчера в 16 областях. Всего в Украине создано более 700 объединенных территориальных громад. Как прошло голосование и были ли нарушения? Об этом далее в материале. Выборы в 40 новосозданных территориальных громадах состоялись. И в штабах уже провели параллельный подсчет голосов. Наши кандидаты перемогли и на Западе, и на Сходе, и на Певне Украины. С большим отрывом от конкурентов, ликуют в блоке Петра Порошенко, их кандидаты были избраны главами территориальных громад. Головами ОТГ стоят 26 кандидатов от партии «Блок Петра Порошенко Солидарность». Загалом, это 65% от загальной количества голев ОТГ, которые выбрались на выборах 29 квитня. По количеству новоизбранных глав общин Солидарность лидировала в Запорожской, Харьковской, Кировоградской области и абсолютную победу получила в Тернопольской. Параллельный подсчет вели и в Батьковщине. По словам лидера, они победители по количеству депутатских мандатов. Само сейчас, на эту минуту, подведено 100% результатов выборов. У нас, у партии «Батьковщина», есть 40 протоколей с мокрыми печатками, с подписами, на базе которых мы пораховали результат. И вот этот результат. «Вид партии «Батьковщина» обрано 277 депутатов. «Вид партии президента» обрано 212. Пока политики считают мандаты, в Комитете избирателей, говорят, подсчитывают правонарушения, без которых не обошлась и нынешняя кампания. Среди фальсификаций подкуп избирателей без деятельности некоторых избиркомов. В Киеве говорят, что голос оценивался в сумму от 200 гривен до 1500. В профильном Комитете пообещали держать на контроле расследование. В оппозиционном блоке заявили, что первые территориальные выборы стали полигоном, на котором испытывали фальсификационные технологии. Оппозиционеры прогнозируют, что на президентских выборах они будут использоваться более масштабно. Ирина Баглая, Юлия Жешко, Вадим Сверидонов. Подробности. Телеканал Интер. О нарушениях на выборах в территориальные громады говорили и в Аграрной партии. Политсила вела свой подсчет голосовую и, по ее данным, заняла третье место. Аграриям удалось получить 106 депутатских мандатов, а трое партийцев станут председателями ОТГ. Но, по словам лидеров организации, эти показатели могли быть и выше, если бы не нарушения на избирательных участках и фальсификации. Мы имеем три головы новостворенных громад. Это Запорожья область, на сегодняшний день это Ивано-Франкевская область и это Хмельницкая область. Приятно констатовать, что активность выборцев была достаточно высокая. И Аграрная партия нарастила поддержку в сравнении с выборами 24 грудня. Дуже жестокие и жесткие кроки, которые беспосередно делают политические силы. И которые, в принципе, намагаются за рахунок админресурсов и за рахунок кошки, беспосередно предъявить и отримать и сделать особые фейковые рейтинги. Одесский припортовый завод полностью остановил свою работу с сегодняшнего дня. Причина в том, что ОПЗ лишился своего главного сырья – газа. Это произошло так, как Укртрансгаз отключил от поставок топлива всеукраинскую энергокомпанию, которая и обеспечивала припортовый. В письме Укртрансгаза сказано, что компания нарушила условия договора транспортировки топлива. Документ на своей странице в Фейсбуке опубликовал замдиректора ОПЗ Николай Щуриков. О каких именно нарушениях идет речь, выяснить пока не удалось. Рабочие телефоны указанных структур не отвечают. Напомню, одесский припортовый – гигант отечественной химической промышленности. Завод производит и продает за границу аммиак и карбамид. Сейчас он является госпредприятием, и уже много лет власти пытаются осуществить процедуру его приватизации. Аварийная ситуация на Криворожском заводе «Артеллор Миталл». На производстве взорвалась доменная печь. Об этом сообщил нардеп Сергей Каплин. Он отметил, что виной всему халатность администрации завода. Напомню, не так давно металлурги обратились за помощью представителю профсоюзов в парламенте. Рабочие пожаловались, что условия работы смертельно опасны. При этом зарплату людям не повышают более 10 лет. Чтобы решить ситуацию мирно, нардеп создал специальную рабочую группу, но после этого происшествия готов к более решительным мерам. Для того, чтобы таких лакшмі-міталів и таких так называемых работодавців в нашей стране было меньше, мы 1 травня проводим надзвичайно масштабную акцию, демонстрацию, где мы соберем профспілок, где мы соберем трудовые коллективы из многих підприятий нашей страны, где куди приїдуть військовые пенсионеры из всей страны. Все люди, которые требуют трех ключевых вещей. Первое – правильной зарплаты для простого украинца. Мы требуем, продолжаем требовать минимальной зарплаты 10 тысяч гривен. Мы требуем пенсии. Минимальная пенсия 5 тысяч гривен абсолютно реальна. И мы требуем правильных умов праці и новых рабочих мест. Готовиться к шествиям и 9 мая. Этот день Днепр отметит многотысячным маршем. Он стартует от памятника генералу Ефиму Пушкину. Участников призывают брать с собой фотографии своих родных, которые в годы Великой Отечественной ценой собственной жизни отвоевали мир. Маршем к мемориалу славы пройдут не только жители города. На праздник приедут со всей области. Приглашены также депутаты Европарламента. Колонну возглавят ветераны. У вечного огня возлужат цветы, а уже на фестивальном причале участников марша ждет праздничный концерт и традиционная полевая кухня. Приходите с семьями, приходите с детьми. В честь Великого праздника 9 мая мы возложим цветы к мемориалам, к братским могилам, к памятникам наших героев и пройдем маршем мира. На бигбордах в честь 9 мая мы написали «Танки грязи не боятся» – это о нас с вами, о потомках победителей. Сколько бы ни лили грязь на нашу историю, мы с вами знаем, какая была правда, и мы ее защитим. При этом очень часто радикалы действуют или с ведома власти, или под ее прикрытием, но мы правду знаем. Поэтому мы написали «Победа будет за нами». Я помню, две недели назад возле памятника генералу Ватутину произошла потасовка. Несколько десятков человек пришли туда, чтобы почтить память военачальника, который освобождал Киев от гитлеровцев. Но им помешали националисты. Памятник облили краской, людей теснили. Когда их попытался провести к памятнику лидер оппозиционного блока Юрий Бойко, началась драка, в ход пошли даже газовые баллончики. А сейчас Юрий Бойко призывает правоохранителей быть на чеку, чтобы на майские праздники не повторилась подобная ситуация. Лидер оппозиционеров считает, что необходимо предусмотреть и заранее пресекать провокации со стороны радикально настроенных групп. Задача правоохранителей обеспечить порядок на майские праздники. Это задача любой власти, особенно в сегодняшней накаленной атмосфере, которая существует в обществе, когда общество видит, что ворует вверху сегодняшняя власть, когда общество видит, что снижаются социальные выплаты, социальные стандарты, люди живут плохо. И еще провокация, которая планируется перед майскими праздниками, может стать очень плохим катализатором для беспорядка в стране. Поэтому я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы был обеспечен порядок, чтобы не допускали радикалов, которые используют эти праздники для своих политических целей. По несколько часов на кордоне, накануне майских праздников, на контрольно-пропускных пунктах на украинско-польской границе уже традиционно образовались очереди. Туристы массово выезжают в страны ЕС на каникулы, да и путешествующих в Украину становится больше. Какова ситуация сейчас, расскажет наш львовский корреспондент Галина Якушко. Вплотную друг к другу по 5-6 часов на ногах без воды и туалетов. Очередь на несколько сотен метров образовалась накануне на пешем переходе в пункте пропуска Шагини-Медыка. Это со стороны Польши. В очереди и дети, и пенсионеры, в конце концов люди, прорвали ограничительную сетку. На нашему кордону туалету не было. Люди не витримувались с детьми малыми. Дуже было много поляков с той стороны. Потім прорвали сетку, прорвали сетку и ходили в туалет, но через кордон не шли так, как полагается. Очередь образовалась из-за большого наплыва туристов, говорят, в пограничной службе. В праздники и выходные поляки массово переходят границу пешком или на велосипеде. Затем маршрутками и такси едут дальше. Кто путешествовать, кто к родственникам. Каждый раз много иностранцев, которые въезжают в Украину впервые. Их идентификация и проверка документов занимает больше времени, чем тех, кто уже был у нас в стране. Евелина здесь гость частый, повидала много городов, сегодня везет в один из самых полюбившихся львов своих детей. Они пересекают границу в первый раз. Это красивая страна с всевозможными прекрасными выдающимися местами, куда можно пойти и есть что увидеть. Сегодня в пункте пропуска практически пусто. Пограничники объясняют, те, кто хотел попасть в Украину, уже пересекли границу на выходных. Но уже завтра назад будут возвращаться украинские туристы, которые тоже массово уезжали в страны ЕС через Польшу на майские каникулы. На границе к возможным очередям готовы. Колапса на границе в ближайшие дни здесь не ожидают, ведь у поляков в эти дни на два выходных больше, чем у украинцев. 3 мая в Польший день Конституции. На 4-й большинство взяли отгул, чтобы попутешествовать. Поэтому возвращаться они начнут тогда, когда все украинцы уже вернутся домой и приступят к работе. Калина Якушкина, Рига Лубинка, подробности, телеканал Интер, Львовская область. В ожидании пошлин. Европа готовится к новым американским тарифам на импорт стали и алюминия. Когда они начнут действовать, и возможно ли между ЕС и США торговая война? Татьяна Лугунова продолжит. Просил Эммануэль Макрон, просила Ангела Меркель, но Дональд Трамп не передумал. Все попытки топовых европейских политиков уговорить американского президента не вводить пошлины на импорт стали и алюминия провалились. Европа готовится к торговой войне с Соединенными Штатами, и начаться она может уже завтра. 25% на сталь, 10% на алюминий и пошлины, на импорт товаров из стали и алюминия Вашингтон вел еще в конце марта. Но страны ЕС, а также Аргентина, Австралия, Мексика, Канада, Бразилия и Южная Корея получили небольшую отсрочку до 1 мая. Это хорошая новость для всех производителей алюминия и стали. Свободная и честная торговля между Европой и США имеет очень важное значение. Мы должны сделать все, чтобы не допустить эскалации в этом вопросе. Попытки найти компромисс продолжались больше месяца. В Вашингтон друг за другом летали лидеры самых влиятельных стран ЕС. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Трамп принимал их тепло, но на уступки пока не пошел. Срок исключительных тарифных условий для стран Евросоюза истекает сегодня в полночи, хотя Дональд Трамп политик непредсказуемый. Резкого разворота европейцы не ждут. Европа готовится к новым пошлинам и сама готовит ответные меры. В планах тройной ответ, то есть жалоба в ВТО, меры по поддержке европейских производителей алюминия и стали и зеркальные пошлины на американские товары. В списке джинсы и футболки, кукуруза и рис, яхты и мотоциклы, апельсиновый сок и бурбон. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. На недельку до второго лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в Израиле чувствует себя как дома. По информации журналистов, нардеп вместе со своей семьей 29 апреля улетел в теплые края на отдых. Вернется ли народный депутат в Украину и почему декларации парламентария заинтересовались в НАБУ? Подробности в нашем материале. Он улетел и не обещал вернуться. Одиозный лидер партии «За життя» Вадим Рабинович на майские праздники отправился в Израиль на отдых. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Василий Кручак. По его данным, нардеп улетел в теплые края еще 29 апреля прямим рейсом в Тель-Авив. И журналист сомневается, что Рабинович вернется в Украину. Да и зачем, если он уже в родных пенатах? По информации общественников, у парламентария есть второе гражданство Израиля. И паспортом этой страны он пользуется постоянно. К примеру, для перелетов чартером на святую землю и отдыха в местных вышенебельных отелях. Один перелет обходится лидеру партии «За життя» в 25 тысяч евро. Но в своих декларациях затраты на отдых Рабинович не указывает. Зато доходы растут. Согласно финансчету, лидер «За життя» не владеет крупным бизнесом и дорогим имуществом. Но, похоже, знает, как провернуть выгодное дельце. К примеру, удачно продать земельные участки жены. Одна из последних сделок, известных в прессе, с российским бизнесменом Павлом Фуксом. Принесла Рабиновичу 22 миллиона гривен. На миллион больше Рабинович заработал от продажи участка в селе Иванково под Киевом. Его площадь 4,7 гектара. Владелец все тот же. Супруга Рабиновича. Цена вопроса 23 миллиона гривен или 860 тысяч долларов. Недели ранее мы проводили расследование и выяснили, что сумма, за которую нардеп продал землю, завышена в десятки раз. Очередными финансовыми махинациями лидера «За життя» заинтересовались уже и в НАБУ, и в НАЗК. В агентстве по предотвращению коррупции нашли нарушение в декларации одиозного нардепа за 2015 год и подали ходатайство в антикоррупционное бюро с просьбой провести расследование. Не затягивать с ним призывают и нардепы, ведь скоро Рабиновичу 65, а там не за горами и израильская пенсия. Ложь стала причиной громкой отставки в британском правительстве. Министру внутренних дел Амбер Рат пришлось покинуть свой пост из-за неправдивой информации. И хотя Рад уверяет, что соврала непреднамеренно, все же решила уйти. Подробнее Светлана Чернецкая из Лондона. Скандал вокруг министра внутренних дел Великобритании разгорелся в прошлую среду и всего 4 дня понадобилась Амбер Рат, чтобы прекратить все спекуляции. Правда, для этого ей пришлось уйти в отставку. Министра уличили во лжи, ведь на прямой вопрос, существуют ли целевые планы в отношении депортируемых мигрантов. Рат ответила, что нет. Потом поправилась. Планы, оказывается, существуют, вот только она о них не знала. В результате признала, ввела парламент в заблуждение. В любом случае, будь то откровенное вранье со стороны министра или же некомпетентность, она решила уйти. Эмбер Рат была обязана уйти, потому что было понятно, она сообщила информацию не точную, неправильную. А теперь вопрос к премьеру Терезе Мэй, поскольку Рат была ее живым щитом. Все-таки именно Терезе Мэй ответственна за то, что происходит сейчас с мигрантами. Эмбер Рат ближайшая соратница премьера Терезе Мэй. Они многие годы проработали в МВД вместе, когда Мэй возглавляла это ведомство, а Рат была ее заместителем. И отставка проверенного временем соратника пошатнула позиции премьера. Правда, замену искали недолго. Новым министром внутренних дел назначен Саджид Джавид. Он стал первым представителем нацменьшинств на посту главы МВД. Семья Джавида приехала в Великобританию из Пакистана, а его отец обычный водитель автобуса. Правда, у нового министра очень впечатляющее резюме. Он был директором Дойче Банка, а в правительстве уже успел побывать министром по делам культуры, СМИ и спорта, министром по делам бизнеса и инноваций и министром по делам общин местного самоуправления и жилья. На новой должности работы у него более чем достаточно. В первую очередь разобраться со скандалом вокруг депортации мигрантов, который и привел к отставке РАД. Ну а кроме того, довести до конца расследование отравления в Солсбери и продолжить борьбу с террористической угрозой. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Острый, ароматный и сытный. Это все о бограчем, народном закарпатском полевом блюде. Сегодня в селе Косонь прошел фестиваль. Там соревновались за звание лучшего в приготовлении этого густого супа. Среди участников украинцы и венгры. Кто справился на отлично? Марина Ковалев расскажет. Команда Георгия Михалько приехала на конкурс из Ужгорода. Свой идеальный рецепт бограча совершенствовали в походах много лет. Всех секретов приготовления не раскрывают, но некоторыми все же делятся. Они красивые. Это свина, нижняя часть ноги. Основной ингредиент бограча – мясо. Лучше разных видов. В 200-литровом котле Георгия 45 килограммов телятины, говядины и свинины. Острый перец, сладкий красный, картофель, морковь, зелень, крошка из теста добавляются постепенно. Варится блюдо около 6 часов. Он должен быть немного новаристый, не должен быть как вода, должен быть густой. И так, чтобы черпачок стоял. Бограч – это национальное венгерское блюдо. В переводе означает «большой котел». Настоящим в Закарпатии считают только приготовленный на открытом огне. А вот представители команды из Венгрии утверждают, бограч вполне можно готовить и на обычной кухне. У меня дома над газовой плитой есть цепь. На нее прикрепляем котелок. И так варим даже на кухне. В закарпатских приграничных селах, где компактно проживают венгры, бограч – традиционное праздничное блюдо. Один раз на месяц на улице точно что с друзьями и с семьей, но даже если какие-то даты у нас есть, ювелия, можно сказать, Бограч – это самая такая страва, что в всех семьях у нас есть. Участники фестиваля сходятся в одном. Вкусным бограч получается только тогда, когда его готовят с любовью. Повара из коса решили удивить присутствующих самым большим котлом. Туристам пикантное блюдо очень понравилось. Лучшей сегодня на конкурсе стала команда из села Рафаэлова Береговского района. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер Закарпатская область. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова